Этот фильм показывает нам Марс. Мы как бы летим над поверхностью Марса. На самом деле, конечно, это не съёмка с самолёта или со спутника. Это фильм сделан в компьютере по снимкам, которые получены немецкой телевизионной камерой высокого разрешения. Камера это стерео, которое даёт пространственное трёхмерное изображение, а дальше уже это игра компьютера. И получается впечатление, как будто мы летим. Вот сейчас мы летим над долиной Маринеров. Это крупнейший разлом в Солнечной системе. Очень глубокое место, несколько километров, шириной в 100, 200, 300 километров. А вот видите, по бокам ещё есть такие разломы, по которым когда-то в будущем может произойти обрушение. В этом каньоне местами обнажаются слоистые породы. Эти слоистые породы образовались когда-то давно, когда на Марсе, вот сейчас вы видите, видите, такие как пластины, когда на Марсе была вода, жидкая вода, и теперь там абсолютно сухо. Жидкой воды там нет, вода есть только в виде льда, в грунте и на полюсах. Этим Марс резко отличается от Земли. А на Земле вот такой каньон, он бы долго не прожил, он заполнился бы осадками. Вот примерно такое же геологическое образование есть в Восточной Африке, восточно-африканский рифт. Так вот, у него долина рифтов, депрессия гораздо-гораздо мельче, потому что всё затягивается осадками. А вот сейчас мы подлетаем к леднику. Это ледник древний. Не очень древний, но всё-таки не сегодняшний. И это ледник сверху, где лёд засыпан большим количеством камней и грунта. Такие называют каменными ледниками. Вот сейчас мы увидим такую выемку в горе, где когда-то скапливался снег, превращался в лёд, и потом он вытекал в щель кратера, и этот кратер заполнился. Вот получилась такая форма. А сейчас мы подлетаем к самому высокому вулкану в Солнечной системе. Это гора Олимп. Видите, на верху горы кальдера. Это такие провалы, когда лава изливается, объём освобождается, получаются провалы. По-видимому, вот видите, это контур наложен был острова Гавайи. Это вулкан, как один большой остров. Сейчас вы видите уступы по краям этого вулкана и такие развалы большие, крупных обломков. Это следы оползней, которые сошли по бортам, по краям этого вулкана. По-видимому, были землетрясения, вернее, Марсотрясения. И тогда слабые участки, они обрушались. А вот сейчас мы летим вдоль границы слева. Снег справа, поверхность без снега. Снег может быть не только, как у нас снег воды. Это может быть снег, углекислоты. Мы его знаем, как сухой лёд. На Марсе на полюсах снега много. Летом это, там ещё задерживается снег воды, а зимой выпадает снег, углекислоты. А вот сейчас мы подлетаем к кратеру. Обыкновенный кратер, но в полярной области. И на дне его, вы видите, такое скопление льда. Это кратер диаметром 30 с лишним километров. Вот где 10 километров такая ледяная снежная куча. Когда-то она может пригодиться, если там когда-то сядут космонавты, и понадобится им вода. А вот мы подлетаем к Земле. Опять же, здесь не... Это используется снимок космический. А вот сейчас мы над Альпами. И это снова, опять же, продукт вот этих стереоснимков, полученный этой камерой, стереокамерой. Эту стереокамеру её немцы всячески рекламируют, в том числе для прикладных вещей. Например, для съёмки, по которой составляются очень детальные карты. А они нужны, например, для того, чтобы грамотно расположить вышки мобильной связи. Вот чего нет на Марсе. Вот это зелени, которую вы видите сейчас. Нет снега на вершинах. Иногда бывает немножечко. И, конечно, нет жизни. Хотя, возможно, когда-то, 4 миллиарда лет тому назад, жизнь на Марсе была. И, может быть, даже, это наша жизнь, общая жизнь, которая оттуда была выброшена большими ударами и пришла на Землю. И вот теперь мы с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова